Здарова пацаны, на связи Макс Орлов, FullStack веб-разработчик на удаленке И я очень рад приветствовать вас в очередном видео из серии, в которой мы с вами изучаем замечательный PHP фреймворк Laravel Друзья, в предыдущем видео мы с вами познакомились с валидацией во фреймворке А именно, посмотрели вообще, что такое валидация, зачем она нужна, как делать валидацию в Laravel Различные способы валидации рассмотрели с вами Рассмотрели работу с сообщениями об ошибках, с переводами В общем, видос был реально полезный, интересный, поэтому обязательно посмотрите И даже если вы уже знаете, умеете пользоваться валидацией, все равно посмотрите Потому что у каждого разработчика свой опыт, свои какие-то фишки Я также стараюсь делиться своими наработками, своими комментариями Поэтому в любом случае для вас это будет полезно и найдете для себя что-то новенькое А в сегодняшнем видео мы с вами завершаем блог про валидацию И рассмотрим наиболее распространенные правила валидации, которые задержатся в фреймворке из коробки А также как создавать свои правила валидации для своих задач Давайте с вами переходим в документацию, в раздел Validation И здесь нас опять же интересует раздел, который называется Available Validation Rules Или в переводе как Доступные правила валидации Здесь уже перечислены все возможные правила валидации И мы сегодня посмотрим большую часть из них Я прошелся по списку и выбрал наиболее распространенные, основанные на моем опыте Которые чаще всего используются И, собственно, сегодня с ними познакомимся И также прокомментирую какие-то моменты, дам какие-то советы Но в любом случае рекомендую вам пробежаться по этим правилам еще раз Прямо по списку, можете выбрать любое правило И тут есть описание и примеры использования каждого из этих правил То есть в будущем, если вы что-то забыли, как использовать какое-то правило Обязательно заглядывайте в документацию И здесь все это, в принципе, есть А сейчас предлагаю сразу перейти к рассмотрению правил валидации И в каком формате мы сегодня будем работать Смотрите, я создал Validation Controller специально для этой цели Он никак не связан с нашим блогом Просто он будет лежать у нас отдельно Даже маршрут никакой для него не создавал И чтобы сэкономить время, я сразу накидал здесь различные кейсы для валидации Например, имя, фамилия, возраст, сумма, почтовый индекс и так далее То есть различные кейсы И на основе них мы рассмотрим правила для валидации И также вся эта история останется в репозитории этого проекта А ссылка на репозиторий под этим видео То есть вы в любое время сможете заглянуть в этот репозиторий Что-то подсмотреть, вспомнить и так далее Ну а в идеале, конечно, если вы пишете код вместе со мной Прямо прописать все эти правила вручную еще раз Чтобы они лучше у вас запомнились, отложились То есть это будет максимально полезно А сейчас предлагаю, постепенно будем раскомментировать по одной строчке И буду рассказывать, что здесь происходит, какие правила здесь используются и так далее Парни, и прежде чем мы продолжим, я хотел сказать вот что Предыдущее видео набрало около 60 лайков на текущий момент Я рассчитывал все-таки на соточку Так что, ребят, давайте немножко напряжемся Сделаем клик мыши, поставим лайк В идеале напишите какой-то коммент И давайте уже соберем хотя бы 100 лайков Судя по количеству просмотров, для нас это не должно быть проблемой Так что спасибо вам за лайк, за коммент И давайте начинать Смотрите, что у нас здесь вообще происходит в контроллере Я добавил сюда публичный метод store Этот метод обычно используется для создания каких-то сущностей То есть юзер у нас находится на страничке Там какая-то форма с кучей полей Вот эти все поля, собственно, прописаны у нас здесь И отправляют эту форму на этот маршрут Дальше у нас вызывается метод store в данном контроллере Приходит сюда запрос И мы запускаем валидацию Просто вызываем метод validate на объекте request И получаем в ответ проверенные данные Ну все это мы с вами делали в прошлом видео Здесь, я думаю, ничего для вас нового нет И давайте теперь посмотрим, какие данные к нам присылает юзер И как мы можем их проверить И первый кейс это имя пользователя Например, максим Я обычно называю параметр для имя пользователя вот так вот First name И следующее правило для валидации для этого использую Первое правило называется required Мы с ними уже знакомились в предыдущем видео Оно обозначает то, что это поле обязательное Помимо required есть еще правило nullable Оно означает, что это поле наоборот Необязательное, то есть опциональное Вот во втором кейсе last name Это у нас фамилия, то есть фамилия у нас необязательная То есть получается, что юзер должен обязательно указать first name Мы говорим, что это параметр обязательный А для last name используем правило nullable И говорим, что это параметр опциональный То есть юзер может не заполнять его И как я уже говорил, тут такой совет от меня Что первым правилом валидации всегда указывайте Либо required, либо nullable Чтобы мы точно знали, какие параметры обязательные И они будут присутствовать в нашем вот этом массиве validate Это какие опциональные И можем в дальнейшем уже ориентироваться на это В общем, как минимум, это наглядно То есть мы сразу видим, какие параметры обязательные И какие нет, просто глядя на код Следующее правило, которое я хотел рассмотреть Это правило называется string Мы тоже, в принципе, рассматривали его в предыдущем видео И оно как раз таки проверяет тип данных И тут следующий совет мой, что вторым правилом для валидации Всегда старайтесь проверять тип данных Которые вы ожидаете То есть в данном случае first name или last name Это обычная строка, которую юзер вводит в поле ввода Там могут быть различные символы и так далее Поэтому мы здесь указываем, что это именно строка То есть ни число, ни массив и так далее Дело в том, что если мы не будем проверять с вами тип данных То можем получить в итоге ошибку Потому что пользователь может, например, по API Прислать вам здесь место строки какой-нибудь массив Или даже просто на страничке может изменить форму И прислать вам массив А мы думаем, что здесь строка И в дальнейшем будем обрабатывать эти данные как строку И, соответственно, получим ошибку Потому что там по факту будет массив Так что рекомендую вторым правилом Всегда проверять тип данных, который вы ожидаете И следующее правило, с которым мы познакомимся Оно называется max Max это означает максимальное И здесь это правило принимает параметры Потому что во фреймворке есть некоторые правила Которые принимают параметры И чтобы передать параметр Мы должны указать после названия правила двоеточия И после двоеточия параметры Некоторые правила принимают по нескольку параметра В таком случае мы указываем их через запятую И вот как раз таки правило Max, оно принимает параметр, это количество символов в строке. То есть здесь, по сути, мы просто ограничиваем длину строки. То, что имя пользователя не может быть длиннее 50 символов, да, то есть, ну, обычно для имени за глаза этого хватает. Фамилия аналогичным образом, оно хоть и не обязательное, но если оно есть, тогда фреймворк проверит, что это строка и проверит длину строки, то есть максимум 50 символов. В принципе, такое понятное и простое правило. На самом деле, помимо правила Max, есть еще правило, которое называется Min. И тут мы можем указать минимальную длину строки. Вот в таком примере мы скажем, что имя пользователя должно быть минимум 10 символов. Я специально не стал добавлять сюда это правило, потому что для имени и фамилии, ну, это не очень актуально, да, потому что имя может состоять из двух символов, там, из трех символов и так далее. Нет смысла ограничивать минимальную длину имени. Но максимальную длину имени ограничить стоит. Одна из причин, почему стоит ограничивать длину строки, это то, что у вас в базе данных под поле, например, first name, может быть тип данных, какой-то там варчар, да, и у него может быть ограниченная длина строки. Вы можете в миграции указать, что там максимально 50 символов, например, тоже, да, либо там не указывать, там по умолчанию будет там 250 символов, по-моему, или что-то такое. В общем, в любом случае, если вы не будете ограничивать длину строки, юзер также может прислать вам какое-то длиннющее имя, да, ну специально напишет там всякую фигню там на тысячу символов и пришлет. И вы это дело тут не проверите, опять же, будете эти данные обрабатывать, потом все это дело улетит в базу данных, и база бросит ошибку, то что, мол, ну слишком большой размер данных. Поэтому вот такой следующий совет вам, старайтесь ограничивать максимальную длину строки. Таким образом, мы вот с вами познакомились уже с несколькими правилами на примере кейса FirstName и LastName. Надеюсь, тут все понятно, и давайте переходить к следующему кейсу. Следующий кейс – это поле Age. Age – это типа возраст пользователя, да, то есть представьте, что в форме есть поле, где человек может указать свой возраст. То есть возраст – это обязательно какое-то число, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Мы здесь сразу говорим, что это, например, не обязательно, да, то есть юзер может указать, а может не указать. Но если он указал, то мы здесь используем проверку тип данных. И для проверки типа данных для возраста пользователя мы здесь используем правило Integer. Integer, как понятно, да, это целое число. И здесь мы также дополнительно используем проверку Min и Max. И тут смотрите, в чем фишка. То, что правила вот эти Min и Max, они работают по-разному для разных типов данных. То есть для строки они будут проверять длину строки, да, сколько символов в этой строке. А для Integer они будут проверять размер числа, то есть будут сравнивать число. И мы говорим, что возраст должен быть минимум 18, а максимум 100 лет. Вот зачем мы добавили здесь эти ограничения? Ну, во-первых, если мы не будем проверять на Min, то юзер может прислать вам, например, там, минус 10, то есть отрицательное число, да. У нас в базе данных для поля Age может быть добавлен параметр Unsign, да, то есть это обязательно положительное число. Если мы здесь не проверим, что возраст должен быть хотя бы минимум 0, да, то тоже база бросит ошибку. Ну и максимальное значение тоже проверить не помешает, потому что мало ли юзер там укажет свой возраст там кучу девяток, да. Опять же, ну это же фигня, правильно, там. Мы можем указать максимум 100 лет, или хотите там максимум 150 лет, например. Кстати, дополнительно буду писать вот тут какие-то комментарии с примерами возможных значений. Вот для имени мы можем написать, что это, например, Макс, для фамилии Орлов, да, для возраста, например, там, 1, 2, 3. Ну, образно то, что это должно быть положительное целое число. И давайте двигаться дальше. Следующий кейс – это параметр Amount. Amount – это как сумма. То есть представьте, что у юзера есть поле в форме, да, где он должен ввести какую-то сумму. Может быть, он делает перевод, да, своих денег с своего внутреннего счета на счет другого пользователя. И должен указать сумму перевода. И тут, в принципе, уже знакомая история. Первым делом мы говорим, что это, например, Required, да, то есть он обязательно должен указать сумму. Вторым параметром проверяем, что это намерик. Намерик – это правило, которое похоже на интегер. Оно тоже проверяет, что в этом поле Amount у нас должно быть число. Но в отличие от интегер, который проверяет именно, что это число целое, намерик также принимает в качестве значений десятичные дроби. То есть 1, 2, 3, 4, 5, да, то есть 123 рубля, 45 копеек. Короче, тут и целые значения пройдут, просто 1, 2, 3, да, и 1, 2, 3, 4, 5 тоже прокатит. В принципе, правило намерик, оно чаще всего и используется для каких-то сумм, когда есть какая-то сумма перевода, сумма пополнения счета или еще что-то. В общем, в моей практике достаточно часто это правило используется. И дальше мы опять же аналогичным образом проверяем, что минимальная сумма перевода 1 рубль, потому что меньше 1 рубля он перевести не может, да, минус 10 рублей он перевести не может, там, ну, то есть отрицательного числа здесь быть не может и так далее. Ну, и 0 переводить тоже смысла нет, поэтому просто ставим здесь минимум 1 рубль. Ну, и максимальную сумму тоже желательно ограничить, потому что там 100 миллиардов он перевести не может, да, поэтому мы здесь указали, вот, грубо говоря, там, 10 миллионов, вот таким вот образом, да, что максимум может перевести 10 миллионов. То есть, в принципе, здесь особо выдумывать ничего не надо, да, Если следовать моим советам, первым делом проверяем обязательно-необязательно, потом тип данных, потом какие-то ограничения. И давайте переходить к следующим правилам у нас и рассмотрим это на примере параметра gender. Gender это как пол. То есть юзер выбирает в форме в селекте свой пол, там мужчина, например, или женщина. И часто бывает такое, что при выборе какого-то такого параметра, пользователь выбирает из нескольких доступных значений. И, соответственно, мы тоже должны проверить, что то значение, которое он выбрал, оно входит в этот диапазон. То есть в качестве своего пола пользователь может выбрать либо мужчина male. Вот опечатка у меня тут. Вот так вот, да, по-моему, пишется. То есть male это мужчина, female это женщина. И здесь мы как раз-таки для этого используем новое правило, которое называется in. In переводится как типа v, да, то есть входит в диапазон. И тут также это правило принимает параметры. Параметров может быть несколько, то есть 1, 2, 3 и так далее, они разделяются через запятую. И в данном случае мы говорим, что значение в поле gender должно быть либо male, либо female. Все. Если юзер там в ручную, например, форме изменит там в селекте это значение, отправит форму, да, то это правило его не пропустит, потому что он его изменил. И, соответственно, когда мы будем обрабатывать эти данные уже дальше в нашей программе, да, мы будем точно знать, что там либо male, либо female. И можем сразу смело там класть их, например, в базу. На самом деле тоже достаточно распространенное правило. Регулярно приходится его использовать. Тут, я думаю, понятно. Давайте двигаться дальше. Следующий кейс это поле zip. Zip это как почтовый индекс. И на его примере хотел познакомить вас с правилом, которое называется digist. Digist переводится как цифры. И оно тоже принимает параметр, в данном случае 6. То есть это означает, что в поле zip должно содержаться число, и оно должно состоять из 6 цифр. Вот здесь в комментарии как раз таки пример 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть вот, например, в России у нас почтовый индекс, и они все состоят из 6 цифр. И мы здесь, соответственно, и говорим, что юзер должен обязательно указать свой почтовый индекс, и это должно быть 6 цифр. Мы, конечно, могли бы здесь указать тоже интежер, типа это целое число, какие-то там минимальные, максимальные ограничения добавить и так далее, да, но это не прокатит, потому что, возможно, я точно не знаю, индекс может начинаться там, например, с нулей, да, какой-то вот такой вот быть. А это уже не может быть целым числом, да, то есть для PHP целое число будет вот так вот, да, не может оно начинаться с нулей. Поэтому как бы вот тут вот интежер не совсем правильно подходит, и минимум, максимум ограничивать тоже как-то неправильно. Поэтому именно вот правило digits с параметром 6 говорит нам о том, что в этом поле должно быть именно значение целого числа, состоящее из 6 цифр. Вот, кстати, я не уверен, проверяет оно или нет на то, что это должно быть именно положительное число, то есть чтобы оно отрицательное не может, ведь индекс не может быть, да, там минус 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, и тут какие варианты есть? Смотрите, вот если учеты не уверены или не знаете, вы можете взять, просто проверить. Мы можем зайти в Тинкер с вами и использовать нашу глобальную функцию Validate, которую мы с вами создавали в прошлом видео, и, например, проверить, что zip у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, и дальше добавить правило для валидации для него. Для zip говорим, что это digits и из 6 цифр. Запускаем, и видим, нам возвращаются проверенные данные. Значит, проверка прошла успешно. Если мы уберем одну цифру отсюда, да, то все, получаем исключение, значит, что-то там у нас не так. Давайте теперь попробуем указать отрицательное число для теста. Оп, опять получаем исключение, и значит, что отрицательные числа здесь не подходят, да, то есть можем запомнить этот момент, и, в принципе, в данном случае нам нет смысла добавлять сюда еще там какое-то ограничение, там минимум 0 и так далее. Поэтому, если что-то сомневаетесь, просто возьмите там в Тинкере в том же самом попробуйте и проверите, как это работает. И, кстати, второй совет, который я хочу вам дать, если вы, опять же, не сомневаетесь в работе какого-то правила, да, то вы можете, помимо того, что проверить, как это работает в Тинкере, можете зайти в исходный код фреймворка и посмотреть реализацию этого правила, то есть как оно работает. Смотрите, для этого заходим в каталог вендор, куда у нас композеры устанавливают все зависимости, и здесь у нас также установлен фреймворк. Заходим в каталог фреймворка, называется Laravel, фреймворк, SRC, и здесь мы видим вот каталоги для всех сервисов фреймворка. Нас интересует валидация, поэтому заходим в Validation, и здесь нужно зайти в каталог Concerns и открыть файл класса Validates Attributes. И здесь как раз-таки прописаны методы для валидации каждого из этих правил. Нас интересует правило Digist. И смотрите, чтобы найти это правило здесь, здесь нужно понять, что все методы начинаются с слова Validate. То есть Validate before, Validate before or equal, Validate after и так далее. И нас интересует правило, соответственно, Validate Digist. Вот так вот легко его находим. И здесь сразу можем посмотреть, как это правило работает. То есть в этот метод у нас приходит Attribute. Attribute это название самого поля, то есть в данном случае это будет zip. Следующий параметр, который принимает этот метод, это Value, то есть это то значение, которое пользователь ввел. И следующее, это массив, соответственно, параметров, которые мы указали для нашего вот этого правила. То есть в данном случае у нас один параметр, и он равен 6. То есть все это дело приходит в этот метод. И дальше мы видим, здесь проверяется, что количество параметров для правила Digist минимум 1. То есть если мы здесь не указали ни одного параметра, то тоже будет ошибка, потому что Digist ожидает обязательный один параметр. И дальше мы видим, как проверяется вот это Value. Первым делом проверяется по регулярке то, что в Value должно содержаться только числа. То есть от 0 до 9 только цифры, ничего больше. И поэтому, собственно, у нас, видимо, и не срабатывает наше отрицательное число, потому что минус не входит в этот диапазон. И дальше проверяется уже длина строки. То есть наше значение, вот это числовое, оно приводится к строке и просто проверяется его длина. Таким образом получается, что только цифры и определенная длина, которую мы передали вот в параметры для этого правила валидации. То есть в принципе ничего сложного здесь нету, да? Обычный PHP-код. Не надо бояться заглянуть иногда под капот, посмотреть, как это работает. Так что такие, ребят, моменты. Давайте двигаться дальше. Следующий кейс это у нас поле Subscription. Subscription это типа подписка. Например, смотрите, юзер у вас регистрируется на сайте и у него там есть чекбокс. Типа хочу получать новости на e-mail. То есть он может подписаться на рассылку. Но обычно это nullable, потому что юзер может подписываться, может не подписываться. Если он чекбокс не поставил, то к нам ничего не прилетит, значит тут будет nullable. И мы при занесении в базу Subscription должны там проверить, что если есть, то окей, а если нет, то значит false, например, ставим. И следующее новое правило, оно называется boolean. Оно как раз-таки тоже у нас стоит на втором месте, как видите, да? И оно в принципе и проверяет тоже тип данных, которые мы можем получить. Только помимо значений true и false, там может быть значение 1, 0, yes, no и так далее. То есть фреймворк для нас, ну для удобства сразу проверяет какие-то похожие значения, которые тоже можно рассматривать как да, либо нет. Опять же мы можем заглянуть в исходный код этого правила. Найдем здесь метод Validates boolean, вот он, да? И в принципе здесь вот так же видим массив доступных значений true, false, 0, 1, потом 0, 1 как строка. А, yes и no значит здесь нету, да? Прошу прощения, сейчас исправим. Вот, и дальше просто проверяет, что то значение, которое пользователь ввел, оно входит в этот массив доступных значений. Так что в принципе это очень просто, да? Единственное, что вот yes и no, да, я немножко тут косякнул. На самом деле тоже достаточно частый кейс, да, когда юзер у нас может что-то выбрать или не выбрать. Обычно для чекбокса это удобно. Ну или по API тоже какие-то приходят к вам данные, да, там может быть true, либо false и так далее. Вот очень удобно всегда указывать, вот как раз таки проверять тип данных на boolean. И следующий кейс у нас это поле agreement. Agreement это как соглашение. То есть это в принципе похоже как на subscription, тоже какой-то чекбокс у юзера. Опять же он регистрируется у вас на сайте и должен принять там пользовательское соглашение. То есть там у вас чекбокс, да, я принимаю пользовательское соглашение. И тут у нас отличие от subscription в том, что agreement, соглашение, он должен принять всегда. То есть он должен обязательно поставить этот чекбокс. И для этого удобно использовать правило accepted. Accepted как переводится как принято. Оно в принципе похоже на boolean, только оно принимает в качестве значений именно только значения относительно да. То есть либо true, либо один. И даже yes, по-моему, там тоже используется. Вот опять же можем взглянуть в реализацию этого правила. И вот тут доступные значения. Yes, on, один, true, true. Вот. И смотрите, что здесь интересного. Помимо того, что он проверяет, что это значение в этом параметре у нас входит в диапазон доступных вот этих значений, да, то тут еще первым делом проверяется, что этот параметр обязательный. То есть он тут вызывает метод validate required. И поэтому я здесь required не указал. Это, наверное, единственное правило, в котором нет смысла указывать дополнительно проверку, required или не required. Потому что оно под капотом уже так и так проверяется. Дело в том, что если мы укажем здесь required, а пользователь галочку, например, не поставил, да, тогда у нас будет сообщение об ошибке типа это поле обязательное. Но оно как бы не совсем подходит для agreement, потому что мы бы хотели видеть сообщение, что вы должны принять соглашение, да, оно более правильное было бы здесь. И как раз таки текст сообщения для accepted, давайте перейдем в lang ru validation, да, в наше сообщение об ошибках. Вот оно, accepted, на первом месте здесь стоит. Тут как раз таки и будет написано, что вы должны принять agreement, да, или там соглашение. И, соответственно, если юзер поставил чекбокс, то все окей, никаких ошибок нет. А если не поставил, то он должен всегда видеть вот это сообщение об ошибке. Поэтому правило required, оно здесь нам немножко помешает, так сказать, да, будет не очень красиво, потому что там будет другое сообщение об ошибке. И в то же время в реализации метода accepted, как мы видели, уже проверяется на required. То есть в общем случае мы всегда первым делом указываем, обязательно это поле или не обязательно, используя правило required либо nullable, да. Но вот именно для accepted смысла нет. Когда пользователь обязательно должен поставить какой-то чекбокс, просто говорим, что это accepted и все. Так что вот, ребят, вообще, как вам видос? Надеюсь, полезный, потому что я на самом деле не встречал видео, где бы вот так вот рассматривались прям правила валидации с какими-то комментариями и сразу с кейсами, да, из практики. То есть мне кажется реально прикольный видосик должен получиться полезный для вас. Поэтому не забываем поставить лайк, написать какой-то свой коммент, ребят. Большое вам спасибо заранее и поехали дальше. Следующий кейс это у нас поле password. Password это пароль, да, то есть когда юзер должен указать какой-то пароль. И здесь у нас идут знакомые правила required, то есть это поле обязательное string, значит это строка, и сразу ограничиваем минимальную длину строки, то есть пароль не может быть меньше 7 символов. И следующее полезное правило, которое как раз таки используется чаще всего для паролей, оно называется confirmed. Правило confirmed проверяет то, что помимо вот этого поля password в запросе должно быть еще поле password confirmation, вот так вот оно должно быть выглядеть, то есть берем название нашего поля, для которого мы применяем это правило и добавляем к нему нижнее подчеркивание confirmation. И вот это правило confirmed проверяет то, что в запросе должно быть вот такое поле, и то, что значение в нем должно совпадать со значением в исходном поле. Ну вы уже поняли, да, то есть распространенный кейс, когда пользователь регистрируется на сайте, мы ему говорим, введите пароль, и потом еще одно поле, типа повторите пароль, чтобы он пароль ввел два раза, да. На самом деле я не очень люблю такую тему, да, и если нет такого прям требования, я на самом деле одно поле пароль оставляю, потому что вводить два раза пароль, ну фиг знает. Так что для такого кейса, когда нужно подтвердить значение в каком-то поле, да, есть правило confirmed, которое переводится как подтвержденное. Вообще очень радует, что Laravel содержит из коробки вот кучу таких правил, да, на все случаи жизни практически, да, это реально удобно с этим работать, приятно и экономит время на разработку. Вот, давайте двигаться дальше. Дальше опять работаем с паролем, и следующее поле у нас называется current password, то есть текущий пароль. Бывает такое, что юзер должен указать какой-то текущий пароль, то есть это не при входе в кабинет он пароль указывает, а именно уже внутри кабинета, когда пользователь уже аутентифицирован и бывает такое, чтобы выполнить какое-то действие, ему необходимо подтвердить это своим текущим паролем. Например, опять же он там переводит деньги, например, другому юзеру, да, и это такая финансовая операция, которую лучше подтверждать дополнительно своим паролем. И соответственно у него в форме там будет, видите, свой текущий пароль. И тут мы говорим, что этот параметр обязательный, что это строка, и также используем здесь следующее правило, которое называется тоже current password. Ну, как понятно, наверное, уже, да, оно проверяет текущий пароль пользователя. То есть у нас уже в приложении есть пользователь аутентифицированный и под капотом этого правила фреймворк получает этого пользователя и сверяет то значение, которое он указал в этом поле, да, с его текущим паролем, да. Если пароль верный, то все окей, если неверный, то будет сообщение об ошибке. Ну так, получилось, что у нас тут одинаковое название, да, что поле называется current password и правило current password. То есть поле может называться тоже просто password, например, да, а правило само current password. Так что если у вас в проекте юзер там или ваш администратор указывает какой-то пароль для подтверждения операции уже внутри своего кабинета, то, соответственно, используйте правило current password и фреймворк уже все остальное сделает за нас. Следующий очень распространенный кейс это поле email, да, понятно, что юзер вводит там свой email. Тут мы также говорим, что это обязательное, что это строка, и вот новое правило, которое мы здесь с вами посмотрим, это правило называется email. То есть это уже правило проверяет именно формат строки, потому что в фреймворке есть несколько правил, которые проверяют именно формат строки, и их, как правило, я ставлю на третье место. Первое обязательно и необязательное, потом тип данных, потом уже формат строки. То есть формат строки в данном случае означает, что в поле email должна быть строка, которая должна содержать себе, например, собачку и потом домен и так далее. То есть если мы берем отсюда там либо собаку, либо точку, то есть это уже правило уже не сработает, потому что формат e-mail уже неправильный. И, соответственно, всегда, когда юзер указывает у вас e-mail, обязательно проверяйте, помимо того, что это строка, обязательно проверяйте формат e-mail. С этим, в принципе, я думаю, просто. И тут сразу хотел познакомить вас еще с одним правилом, которое называется Exists. И оно проверяет, есть ли значение, которое прислал нам юзер в этом поле, в базе данных в таблице, которая указана первым параметром для этого правила. То есть тут мы говорим, что e-mail пользователя, который он к нам прислал, должен обязательно существовать в таблице Users. А, и тут забыл сказать, что это правило принимает еще второй параметр, который указывает то поле в этой таблице в базе данных, которое необходимо проверить. В нашем случае это поле e-mail. Потому что, если мы не укажем этот параметр, то Laravel подставляет сюда значение, которое является названием этого поля. То есть в данном случае у нас поле называется e-mail, и, соответственно, Laravel автоматически по умолчанию уберет это значение, ну, то есть будет искать таблицы Users по полю e-mail. Но бывает такое, что у нас это поле отличается, и мы можем отдельно указать уже, по какому полю в табличке искать. Кстати, есть у меня здесь кейс такой для этого специальный. Вот он, CountryID. Давайте я его сейчас вверх перенесу, как раз сюда они будут логично располагаться здесь рядом. Вот смотрите, следующий кейс тоже с правилом Exists. Например, CountryID. Юзер выбирает в Select, например, свою страну, и мы говорим, что это обязательно, что это Integer. Например, у вас там в таблице стран в базе данных у каждой страны ID — это просто целое число. И здесь опять же используем правило Exists. Говорим, что это таблица в базе данных Countries и поле ID. В общем, надеюсь, понятно, ребята. Смотрите, тут еще у меня следующий пример есть. Вот тоже пример со страной, но тут уже немножко другая история. Посмотрите. Дело в том, что бывает, что нам необходимо дополнительно использовать какие-то условия в запросе к базе данных. Например, проверить также по табличке стран, но не по всем странам, а по тем, например, которые у вас активны, которые реально у вас там, ну, доступны, например, для выбора и так далее. То есть стран у вас может быть там 250 штук, да, например, там все страны мира, но работать вы разрешаете пользователям только из определенных стран. И он может выбрать не все страны, а только активные. То есть у вас в табличке в базе данных со странами будет там поле Active, которое там либо True, либо False. И тогда нам вот это правило строковое, оно не подходит. На самом деле, там даже можно как-то указывать еще условия. Я раньше так делал, но сейчас это из документации фреймворка убрали и так далее, поэтому, ну, даже не буду вас грузить. Если вам нужно указать какие-то дополнительные условия в вот этом запросе к базе данных, то вы должны использовать вот этот класс Rule. Он находится у нас вот в Illuminate Validation Rule, да, импортируйте его сюда, и он имеет метод Exists, да, одноименный метод. Так же, как вот это правило называется Exists. Первым параметром мы передаем сюда табличку в базе данных. Также мы дальше можем добавлять какие-то условия. Например, where Active равно True. И тогда у нас значение из Country ID будет проверяться по табличке стран, по полю ID, у тех стран, у которых Active равно True. То есть, в принципе, нормально выглядит, удобно пользоваться и так далее. Причем вы можете добавлять туда больше условий и даже более сложные условия. Давайте посмотрим, как это в документации нам описано. Вот оно здесь посерединке у нас. Переходим в него. И, в принципе, здесь вот наши примеры, которые мы с вами рассмотрели. И дальше вот идет следующий пример, что вот, например, email, да, он обязательный. И дальше используется как раз этот класс из EliminateValidationRuleExists в табличке Steph. И дальше в метод where мы можем передать функцию обратного вызова, который принимает в себе объект query. И на этом query мы уже можем указывать различные условия. То есть, условий может быть несколько, да, тут одно, второе, третье можем добавить. То есть, используя вот функцию обратного вызова, мы имеем с вами полную гибкость и можем как угодно фильтровать наши вот эти запросы к базе данных. Но в простом случае вместо функции обратного вызова, вот как в нашем примере, мы можем просто указать, какое поле и какое значение в нем искать. Так что, ребят, запоминайте хотя бы какие есть возможности во фреймворке, да, что он нам предлагает, что в будущем, в нужный момент вспомнить, что ага, вот так же можно было делать. Если что-то не помните конкретно как это делать, да, вы всегда посмотрите документацию, это не проблема, да, главное иметь в голове понимание о каких вообще возможностях идет речь. И давайте переходить к следующему правилу. Следующее правило у нас называется URL. URL это, в принципе, аналогично вот правило email, оно просто проверяет формат строки. То есть, например, юзер у нас может указать свой сайт или там ссылку на свой инстаграм или еще что-то, да, и это должно выглядеть вот таким вот образом. То есть, протокол используется у нас, доменное имя и так далее. Может быть, какой-то путь там дальше идет. И вот это правило именно проверяет формат вот этой строки. Но тут, в принципе, все просто, задерживаться не будем. Следующее правило, аналогичное, в принципе, тоже проверяет формат строки, это UIID. UIID, если не знаете, это уникальный идентификатор, ну, для примера я вот так накидал, вот так вот примерно он выглядит. На самом деле, не часто приходилось использовать это правило, но просто имейте в виду, что оно есть. И следующее правило тоже, опять же, формат строки проверяют, это IP, да, то есть проверяем IP-адрес. Опять же, юзер может быть там указать IP-адрес, или у вас какой-то есть табличка, где у вас хранятся там IP-адреса ваших пользователей, когда они входят в кабинет и так далее, и у вас какой-то сервис есть, который записи в эту табличку вносит. И этот сервис, какой-то класс, да, принимает параметры, там, ID юзера, там, дата входа, IP-адрес и так далее. И там вот внутри этого сервиса можете сделать валидацию, да, и проверить, что один из параметров это вот строка и именно IP-адрес. IP-адрес, да, вот для примера, там, вот локальный 127.001. Ну, в общем, думаю, тоже здесь никаких проблем нет, все просто, давайте двигаться дальше. Вот следующий кейс интересный, он называется Аватар. Аватар это кейс, когда юзер выбирает изображение, да, свою аватарку, то есть он выбирает файл и отправляет его к вам на сервер. И тут мы говорим, что это поле обязательное, что это файл, вот это новое правило наше, да, то есть в поле файл именно проверить, что это именно юзер выбрал файл и отправил его к нам, то есть очень удобно. И более того, мы даже можем дополнительно проверить, что это изображение, да, то есть в общем случае вы можете просто оставить, например, файл и все, да, но если это именно картинка, да, то можете добавить сюда правило image. Также здесь у нас действует правило max, в котором мы можем указать размер файла, то есть min и max для файлов уже также проверяет размер файла, то есть мы можем указать минимальный размер файла, да, но это редко нужно, да, либо максимальный. В данном случае 1024 килобайта, то есть, грубо говоря, там 1 мегабайт, можем так написать, 1 мегабайт. И, соответственно, получается очень удобно, юзер выбирает файл, мы сразу проверяем, что это реально файл, что это и картинка, и там максимальный размер проверить, и дальше уже можем там загрузить этот файл, сохранить путь к нему и так далее. На самом деле я уже давно не пользовался вот этими правилами для файлов, потому что я использую для хранения, обработки файлов специальный сервис. Он платный, но он очень крутой, вообще прям реально решает кучу задач, вообще головняка столько снимает, ну прям вообще никаких проблем с файлами нету, вот. Но когда-то пользовался в начале своего пути, да, вот этими тоже правилами, обрабатывал файлы прям внутри фреймворка и так далее, и помню, что вот какие-то косяки были с этим правилом image. То есть бывало такое, что я реально выбираю картинку, например, там, png, а он мне говорит, выберите изображение. Вот были какие-то такие моменты у меня, вот, не знаю, как насчет час этого, вот, если у вас есть опыт, опять же, можете написать в комментах, интересно будет послушать. Ну вот в общем случае фреймворк позволяет нам проверить, что загруженный файл это обязательно файл, да, обязательно картинка, и там ограничить максимальный размер. Давайте двигаться дальше. Следующее поле у нас это birthday. Birthday это день рождения, то есть когда пользователь выбирает свой день рождения, да, и тут мы говорим, что это, например, необязательно, что это, конечно же, строка, и новое правило, оно называется date. Правило date как раз таки проверяет, что значение в этом поле является корректной датой. Причем это универсальное такое правило, оно не проверяет конкретный формат даты. То есть у нас дата может быть указана, как вот так вот, год, месяц, день, или наоборот, например, день, месяц, год, и даже время там может быть указано. То есть все эти значения, они подойдут под правило date, потому что это правило date принимает только те значения, которые понимает сам PHP. И вот смотрите, даже в тинкере можем потренироваться, заходим в тинкер опять, смотрите, есть в PHP такой пакет, который называется Carbon, и в Larvel он уже идет из коробки. На самом деле очень крутая тема для работы с датой и временем, там у него куча встроенных возможностей и так далее, очень удобная штука. И для создания объекта мы здесь можем указать дату, например, 2021, 10-й месяц, у нас сегодня 10-й день, да, запускаем, так, класс Carbon Not Found, а, я не указал пространство имен, вот так вот, да, оп, да, вот мы создали, видите, он правильно распарсил нашу дату, что это, ну, время мы не указали, поэтому тут он 0, 0, 0, 0 пишет, и также вот 10-е, 10-е, 2021-го. И также мы можем наоборот указать, например, сначала указать день, 10, 10, 2021, и даже потом время, например, можем указать, ну, то есть можем указать, можем не указывать, 12-30, например, фигак, и все, у нас опять же он правильно все распарсил, все работает, то есть дата может быть в разном формате. И это правило принимает, что это дата в одном из допустимых форматов, но бывает, что вам не принципиально в каком формате к вам приходит дата, главное, чтобы она была корректная. На самом деле я считаю, что лучше все-таки указывать конкретный формат даты, для этого мы с вами познакомимся вот попозже с правилом Date Format, который позволяет указать конкретный формат даты. Вот, и следующий кейс как раз-таки тоже с этой датой, которую я хотел рассмотреть Это вот, смотрите, здесь у нас, например, есть две даты Дата начала, start date, и дата окончания, finish date Например, там админ у вас запускает какую-то промо-акцию в кабинете И у него есть там дата начала, дата окончания И тут мы говорим, конечно, что это обязательные поля, что это, конечно же, строки И что это дата И дальше у нас идут вот новые правила Одно из них называется after, а другое after or equal Вот, и смотрите, начнем с after After приводится как типа после, да? И тут оно принимает параметр В параметре мы указываем другое поле, вот в данном случае start date То есть тут мы говорим с вами, что значение, то есть дата в поле finish date Должна идти после даты, которая передана в start date То есть это реально удобно, потому что дата, например, окончания промо-акции Она не может быть раньше, чем дата начала, да? Она обязательно будет позже Поэтому мы здесь говорим, что after start date И на самом деле, помимо того, что мы здесь можем указать название другого какого-то поля Для, чтобы сравнить эти даты Здесь есть еще возможность указать какие-то ключевые слова Например, вот ключевое слово today Today это сегодня То есть здесь фреймворк поймет, что мы говорим, что поле finish date Должно содержать дату, которая после сегодня То есть, например, завтра, послезавтра и так далее Но если нам нужно указать сегодня или позже, да? То есть включая сегодня Тогда здесь можно использовать другое правило, которое называется after or equal То есть после или эквивалентное Тут мы тоже указываем сегодня И получается, что, например, дата начала промо-акции Может быть либо сегодня, либо позже То есть вчера она быть не может уже, да? То есть очень удобно Либо другой вариант, например, after tomorrow Вот так вот И получается, что после завтра То есть дата окончания может быть послезавтра То есть тут есть разные варианты тоже удобные Опять же, не ленитесь Заглядывайте в документацию Там все это написано Сейчас просто запомните, какие есть возможности То, что если у вас будет работа с датами Вы проверите, что это строка, формат данных И даже можете сравнивать эти даты Что одна там позже, другая, другая раньше, другая и так далее То есть такие возможности в фреймворке тоже поддерживаются Так, с датами мы вроде пока закончили Дальше у нас идет валидация массивов с вами Валидация массивов тема тоже такая Чуть-чуть посложнее Давайте-ка мы сначала вот так вот сделаем То есть мы здесь с вами смотрели CountryID и рассматривали на его примере Вот правило Exist, да, для проверки существования значения в базе данных И теперь вот рассмотрим аналогичное правило, которое называется Unique Вот, оно в принципе похоже на Exist, поэтому я сюда его перенесу И оно, как я сказал, похоже на Exist, только наоборот Если Exist проверяет наличие поля в базе данных То Unique проверяет наоборот, что такого поля в базе данных нет И тут вот следующий кейс, например, телефон Юзер указывает телефон, например, там при регистрации, да И мы должны проверить, что такого телефона еще нет в базе То есть не может быть двух юзеров с одинаковым телефоном И дальше проверяем, что это обязательное поле, что это строка И используем вот это новое правило Unique Так же, как и Exist, мы указываем здесь таблицу в базе данных И так же указываем здесь поле, по которому необходимо искать, да То есть в данном случае мы ищем по таблице Users в поле телефон Если такой телефон уже будет в этой таблице Соответственно, ну, юзер получит сообщение об ошибке, что такое значение уже существует Вот, то есть это в простом случае достаточно удобно работает Но бывают более сложные кейсы, вот как раз-таки вот в следующем примере Мы сейчас его и рассмотрим Вот на эту ошибку пока внимания не обращайте Мы сейчас с вами тоже об этом поговорим Вот смотрите, бывают кейсы, когда вам, опять же, необходимо отправить Какие-то более сложные запросы, да, вот к этой табличке И вот, и очень распространенный кейс, когда юзер, например, хочет сохранить свой профиль То есть у него есть личный кабинет, там есть настройки У него профиль, там имя, фамилия, номер телефона, имейл и так далее И он там поменял какие-то данные, да, что-то изменил Но телефон у него остался прежний, он его не менял И нажал кнопку «Сохранить», отправил форму, да И у нас прилетел этот телефон сюда, и мы проверяем, что такого телефона в базе еще нет но по факту-то этот телефон уже есть у этого текущего юзера, который эту форму и отправил, и тогда юзер получит ошибку, что такой телефон уже есть. То есть получается как бы замкнутый круг, да? Телефон уже есть, но этот телефон у этого же юзера. И поэтому нам в этом запросе необходимо исключить текущего юзера из проверки, то есть проверять наличие телефона по всем записям в этой табличке, кроме текущего юзера. И для этого кейса мы как раз-таки можем использовать тоже вот этот класс rule, и на нем вызывать метод unique, который также принимает табличку, также принимает название поля, по которому необходимо искать. И тут мы уже можем использовать метод ignore и передать сюда идентификатор, который необходимо игнорировать. То есть теперь он будет искать по всем юзерам в поле телефон, кроме тех, у кого ID вот такой-то. То есть для примера с нашим номером телефона и пользователем, да, вот мы с вами опять же идентификацию пока еще не проходили, но на самом деле вот когда мы будем ее проходить, вы сможете получать текущего юзера, да, который у вас сейчас пользуется сайтом, вот таким вот образом, да, брать его просто из запроса. И вот здесь у вас будет моделька с юзером. И вы можете просто вот так вот передать сюда этого юзера и его ID, да. И таким образом юзер, который сейчас сохранил форму, он не менял свой телефон. И мы проверяем, что такого телефона нет в таблице users, кроме текущего юзера, да. И таким образом наш юзер не сможет указать тот телефон, который уже есть у каких-то других юзеров. А если этот телефон есть уже у него же, да, то все окей. Ну и конечно аналогично правило exists, мы тоже здесь можем использовать какие-то дополнительные условия, потом там where и так далее. По сути вот этот ignore, он и делает, да, под капотом, что where ID, там, например, не равен, там, user ID, да. Просто это более коротко, как бы такой более короткий алиаз. И, кстати, про более короткие моменты. Как обычно, Laravel позволяет нам все делать еще короче. И вот эти вот четыре символа мы тоже можем сэкономить и передать сюда прямо юзера. То есть фреймворк под капотом увидит, что мы передали сюда просто модель и автоматом дернет ее ID. То есть мы можем чуть-чуть, как бы, поменьше кода писать. На самом деле все эти примеры также есть в базе данных. Вот у нас было с вами поле Exists. Давайте теперь взглянем быстренько на поле Unique. Оно здесь вот в конце. Unique Database. И вот те примеры, которые мы с вами рассматривали. И вот здесь как раз-таки пример вот с email адресом, да. Ну, тоже аналогичная история. Email, телефон. То, что мы берем класс Rule, говорим Unique в таблице Users и игнорируем ID там текущего, например, юзера. Не знаю, вот этого юзера можно здесь оставить. Пускай будет, остается, да, раз у нас тут в примере он используется. Так что вот, ребят, правило Exists и Unique. Вот, надеюсь, понятно объяснил. Пишите в комментах вопросы, если что-то непонятно. И, кстати, добавляйтесь к нам в чат в Телеграме. Тоже у нас там идет общение на разные темы. И касательно веб-разработки, и не только. Ребята у нас там классные собрались, тоже можно вопросы какой-то задать, поделиться опытом. Так что милости просим. И мы давайте сейчас продолжаем. И сейчас, не отходя от кассы, сразу рассмотрим вот такую историю. Это называется кастомные правила валидации. То есть, мало того, что фреймворк содержит кучу правил валидации из коробки, так он позволяет нам еще создавать собственные правила валидации. И зачем вот нам, например, здесь вот это правило Fon? Дело в том, что вот для email у нас с вами уже есть правило для проверки формата строки, где у нас там email адрес, вот он, email, да. И здесь у нас есть правило email, которое проверяет, что это именно корректный email адрес. А вот для телефона у нас нет такого правила, которое мы могли бы вот так вот использовать, просто телефон и все, и знать, что там именно корректный номер телефона. Потому что в разных странах разные форматы телефонов и так далее, тут уже все зависит от задач проекта, поэтому фреймворк как бы не берет на себя ответственность. Но в данном случае мы можем сами создать вот такое кастомное правило и использовать его, как мы хотим. И давайте как раз-таки на примере вот номера телефона попробуем это сделать. Для создания кастомных команд, конечно же, используется команда php-artisan-make-rule. Rule переводится как правило, да, и дальше указываем название правила. В нашем случае это будет телефон. Правило успешно созданы, и оно попало у нас в каталог app, rules, и вот он наш класс телефон. На самом деле здесь все очень просто. Здесь есть конструктор, который может принимать какие-то параметры, когда мы создаем объект этого класса, сейчас дальше продемонстрирую. Потом здесь есть метод passes, который принимает в себя название атрибута, да, то есть в данном случае это будет font, то есть название нашего поля. И его значение, которое юзер ввел в это поле. Здесь мы должны вернуть либо true, либо false. И, соответственно, если true, то это правило, значит, успешно прошло, все окей. А если false, тогда будет ошибка. И сообщение об ошибке мы как раз-таки указываем в следующем методе вот здесь вот. То есть мы можем использовать здесь нашу функцию для локализации, да, чтобы, если что, в будущем не было проблем с переводами. И написать здесь какое-то сообщение, например, неверный номер телефона. То есть, в принципе, все, ребят, реально очень просто. Создали правило, сразу описали здесь логику проверки, или вернули true, либо false. И если false, то вот такое сообщение юзер увидит. И для примера с телефоном, как мы можем, например, проверить? Мы можем использовать здесь регулярное выражение, вот, и, например, сказать, что вот у нас начало строки, конец строки, потом указать, что это диапазон цифры, да, от 0 до 9, и что этих цифр может быть там. Я точно не помню, там, например, там от 10 до 20 штук. Ну, и, конечно же, передать сюда value, то значение, которое ввел пользователь. То есть мы здесь, грубо говоря, проверяем, что в значении должны быть только цифры в количестве от 10 до 20 штук. Вот, и можем вот привести это к boolean, да, потому что pregMatch возвращает количество найденных совпадений. Вот так вот переводим это в boolean, и, соответственно, у нас уже все будет работать. Кстати, сейчас вы можете подумать, почему бы нам здесь не использовать просто вот это правило digits, да, указать, например, что 10 цифр, да, просто мы же смотрели с вами на это правило, да, где он, например, почтовый индекс указывает, и digits означает 6 цифр. А тут мы укажем 10 цифр, да. Ну, телефоны могут быть разные, там, может быть, где-то, там, не знаю, 10, 20 цифр, и так далее. На самом деле, в фреймворке есть еще правило, которое называется digits between, вот оно тут рядышком, и оно работает вот как и digits, только digits принимает одно значение, то есть фиксированное количество цифр, а digits between переводится как цифры между. И тут мы указываем минимальное и максимальное. То есть тут мы можем указать диапазон, что, например, наш телефон, вот, digits between, может быть, от 10 до 20 цифр, да, и все. Но дело в том, что это, в принципе, будет работать, но тут два минуса. Во-первых, для digits between будет сообщение об ошибке не очень прикольное, да, ну, не подходящее к телефону. Во-вторых, если у вас там номер телефона в нескольких местах сайта, и везде у вас будет digits between, а потом что-то где-то поменяется, и так далее, надо будет везде менять. В общем, это будет не очень удобно, на самом деле, и именно вот в данном кейсе лучше создать кастомное правило, что мы с вами уже и сделали. И чтобы его использовать, мы просто создаем экземпляр объекта нашего правила, да, вот фон, так же называем его сюда импортировать сверху. И, в принципе, все, ребят, теперь это правило у нас будет работать. Внутри этого класса у нас описана логика проверки, сообщение об ошибке, и мы даже можем сюда передавать какие-то даже еще там дополнительные параметры. Ну, реально, бывает удобно для каких-то других кейсов, вот, и эти параметры, соответственно, придут к нам сюда, вот, в конструктор, да, мы можем здесь их сохранить и потом как-то использовать для проверки. Ну, то есть реально максимально гибко, удобно и просто. Так что вот так, ребят, мы легко и просто можем создавать кастомные правила, если такого правила, как бы, Laravel не содержит из коробки. А, еще, ребят, пока говорил про кастомные правила, вспомнил еще один момент, который хотел вам сказать и забыл. Вот на примере пароля, да, смотрите, идем в документацию, в раздел не Available Rules, а именно Validating Passwords, то есть здесь отдельный раздел именно для валидации пароля есть. И тут, смотрите, есть такой пример, то, что есть еще класс Password, который лежит вот в Illuminate Validation Rules Password, и он содержит различные методы, которые позволяют нам указать сложность пароля, да, то есть мы можем указать, что пароль минимум 8 символов. Но это, в принципе, мы и так с вами можем сделать, да, вот мы указали минимум 7, да, но в этом классе мы можем указать еще, например, что это обязательно должны быть буквы, или обязательно должны быть Mixed Case, то есть обязательно заглавные буквы и маленькие буквы, или обязательно должны быть цифры, или обязательно должны быть какие-то специальные символы. Причем мы можем комбинировать все эти ситуации и вот, например, вот таким вот образом использовать для пароля. Вот смотрите, у нас есть пароль, обязательная строка, И вместо мин 7 мы можем указать вот такую историю. То есть используем класс Password, Eliminate Validation Rules Password, и, соответственно, говорим, что пароль минимум 8 символов, это буквы должны быть, и заглавные, и строчные, и цифры, и знаки. Ну, знаете, бывают такие сайты, где вас требуют прям максимально сложный пароль. Честно говоря, меня это подбешивает, и на самом деле по работе тоже никогда не было таких задач, чтобы такой пароль жесткий устанавливать. Мне кажется, достаточно все-таки минимальную длину пароля ограничить. Но в то же время Laravel представляет нам вот такую возможность, то есть установить максимально сложный пароль. То есть представьте, если бы вот этого правила не было, и у вас такая задача, ну, пришлось бы сидеть там час-два, я не знаю, там регулярку какую-то придумать или еще что-то гуглить, а тут раз, из коробки все это работает для нас. То есть вообще реально слава Laravel, потому что я уже, может быть, рассказывал, как-то разрабатывал проект на JS, на одном из популярных фреймворков, и там тоже есть пакет для валидации, в котором там куча загрузок на NPM и так далее. Вот, я его подключил, там половины правил, которые в Laravel есть, нет, и реально приходилось самому что-то выдумывать. Блин, мне казалось так это неудобно и дискомфортно. Вот, конечно, понятно, что я просто привык уже к ларке, но в то же время тут реально обширные возможности для валидации, а валидация это реально очень важно. Оно постоянно используется, на каждом шагу у нас что-то проверяется, валидируется и так далее. Поэтому вот такой кейс здесь есть. Ну и правила комфорт мы, конечно, здесь оставляем, потому что это же другое правило, которое проверяет, что в другом поле, да, соответствующее значение есть. Так что, в принципе, вот этот кейс можно здесь оставить, можно даже написать, например, какой-то там secret 1, 2, 3, и вот так вот. Следующая тема, к которой мы переходим, это уже у нас идет валидация массивов. Начнем мы, пожалуй, вот с этой темы services. Вот что такое services? Services это как услуги. Вот представьте ситуацию, что юзер в этом магазине оформляет заказ, и мы в конце ему предлагаем выбрать какие-то дополнительные услуги. Например, там доставка, гарантия, там страховка, еще что-то. То есть он ставит чекбоксы, да, и соглашается там какие-то услуги принять, может принять, может не принять. И в итоге нам в этом поле services придет массив с перечисленными ID этих услуг. То есть они в этой 4.5.6, там это ID услуг в нашей базе данных. Вот, и первым делом мы должны проверить вот этот сам массив services, то, что это, например, не обязательно, да, то, что может быть, может не быть, например. И потом вторым правилом, как обычно, мы проверяем тип данных, то, что это обязательно массив, там не строка, не еще что-то, именно массив. И также мы можем использовать правила min и max, и для массива они проверяют длину массива. То есть тут мы говорим, что в массиве должна быть минимум одна услуга, а максимум 10. То есть здесь мы с вами достаточно надежно проверили сам массив, но нам также необходимо проверить еще каждый элемент внутри массива, то, что это именно ID, то есть то, что это именно целое число. И Laravel позволяет нам также проводить проверку для каждого элемента внутри массива. Для этого смотрим следующий пример. Мы обращаемся к нашему массиву services, и дальше через точку, и с указанием звездочки обращаемся к каждому элементу массива. Ну, в принципе, наглядно, да, services, потом внутри, и звездочка означает каждый элемент массива. И вот эти следующие правила применятся уже к каждому элементу массива. То есть мы каждый ID, вот этот, проверим, что он обязательный, и что это целое число. Если необходимо, здесь также можно использовать правило exists по табличке, например, там, это services, да, ну, пускай у вас будет одноименная табличка в базе данных, services и по ID, да. Но тут нужно учитывать, что вот это правило exists, оно будет срабатывать для каждого элемента массива. То есть если у вас там будет 10 элементов, то 10 раз у вас отправится запрос к базе, и каждый отдельно проверится. Поэтому, может быть, имеет смысл как-то отдельно это проверять потом дальше, а здесь просто проверить, что это обязательно, и целое число. Я бы так и сделал, в принципе. Вот, но если что, то есть для примера, да, то, что вы можете проверить каждый элемент массива и указать для него отдельные правила. То есть это был первый пример, когда у вас есть массив, и в нем какие-то одинаковые значения, там, цифры, строки и так далее. И вот теперь есть следующий, более сложный пример. А, вот сюда он у нас каким-то образом уехал, вот он, называется Delivery. Delivery – это как доставка. Вот, и представьте, что юзер у вас указывает, например, дату и время доставки. Там два отдельных поля. Выберите дату доставки, выберите время доставки. И потом все это дело прилетает вам в качестве массива. Вот таким вот образом. То есть в массиве есть ключ Date, который содержит дату, да, в таком формате, и есть ключ Time, который содержит время в таком формате. А вся эта история является массивом, поэтому мы берем наш Delivery и также проверяем, что это обязательное поле, что это массив, и используем здесь еще, кстати, новое правило Size. Правило Size позволяет нам указать количество элементов массива. То есть мы здесь говорим, что в массиве должно быть именно два элемента. Это у нас Date и Time. И правило Size, оно работает аналогично Min и Max. Только Min и Max, оно указывает как бы диапазон от и до, а Size, оно как бы фиксировано, то есть 2 и все тут. И вот это правило Size, оно тоже для разных типов данных ведет себя по-разному. То есть для строк оно проверит длину строки. То есть если мы для имейла укажем, например, Size 10, например, да, длина имейла должна быть именно 10 символов, да, но здесь это как бы не очень актуально, поэтому, кстати говоря, мы здесь вот забыли проверить, там, например, на 100 символов. То есть, как я уже говорил, для строк не помешает ограничивать максимальную длину строки, вот для имейла там больше 100 символов, мне кажется, за глаза должно хватить. Поэтому вот есть еще правило Size, которое указывает конкретный размер. Для массива это два символа, для файла это будет там 1024, например, да, то есть ровно 1 мегабайт, да, но тоже как бы редко такое может пригодиться. Но вот как раз-таки в нашем примере для нашего массива, то есть очень удобно. То есть Delivery у нас это обязательный массив с двумя элементами, все. И теперь нам нужно проверить отдельно каждый элемент в этом массиве. Но тут разница с сервисами в том, что в сервисах у нас каждый элемент в массиве это просто число, да, то есть просто ID-шник. Но с доставкой у нас другая история, у нас Date это дата доставки, тут должно быть одно правило, да, проверить формат данных, что есть год, месяц и так далее. А время, это уже время доставки, тут уже другое правило, да, что это часы, минуты, секунды, то есть уже другой формат. И хорошая новость в том, что Laravel позволяет нам также обращаться к ключам в массиве по их названию. То есть, смотрите, для даты мы говорим, что Delivery, и также через точку говорим, что это Date, то есть ключ Date. Простыми словами, когда мы используем звездочку, то Laravel применяет это правило ко всем элементам массива. Но если вместо звездочки мы указываем конкретный ключ, то Laravel применяет эти правила конкретно для значения в этом ключе. И тут мы говорим, что Delivery Date это обязательная, это строка. И дальше мы используем новое правило Date Format. Мы с вами уже говорили про дату, да, и в принципе Date Format, оно действует аналогичным образом, за исключением того, что мы здесь указываем конкретный формат даты. То есть, тут мы говорим, что это год, потом точка, потом месяц, точка и день, да. То есть, дата может быть только в таком формате и никак иначе. Причем у вас должно быть одно из двух правил, либо Date Format, либо Date. То есть, нет смысла указывать отдельно сначала Date, а потом Date Format. Даже в документации, по-моему, об этом написано, так что используйте либо Date, либо Date Format. Но вообще, по умолчанию я бы всегда использовал Date Format, чтобы у вас был жестко указан формат, не было вопросов в голове там лишний и так далее. То есть, лучше четко и фиксированно всегда указывать формат данных при возможности. И дальше аналогичная история для времени. Тоже берем Delivery, говорим, что ключ Time, и для него указываем отдельные правила. Также это обязательно, это строка, и также используем Date Format, но пишем здесь уже часы, через двоеточие, минуты, двоеточие, секунды. И таким образом мы будем уверены, что здесь у нас корректный формат времени стоит. Ну и более того, помимо самого формата, да, это правило проверить, что время корректное или там дата корректная, что у нас не будет там, например, 55 часов, там, 193 минуты. Ну, быть такого не может, да, поэтому там, конечно же, проверять, что это время тоже корректное, но реальное, что день как корректный, да, что он есть там в календаре, там, не какой-нибудь там 35 февраля и так далее. То есть тут все это под капотом проверяется, так что можно не париться. Вот, и мы с вами рассмотрели, собственно, валидацию массивов, когда в массиве просто хранятся одинаковые какие-то значения, да, мы можем проверить сам массив, и потом отдельно правило для каждого из элементов массива. И также массивы, когда у них есть какие-то разные ключи с разными значениями. И также можем указывать отдельные правила для каждого из ключей. Так что очень удобно, реально гибко и так далее. Вот, ребята, и у нас, в принципе, остался последний кейс, который я хотел показать. Это вот кейс анонимной функции. Вот смотрите, у нас, к примеру, есть какой-то параметр secret. Ну, это такой абстрактный пример, что юзер какое-то там секретное поле или там по API какой-то секретный токен присылает. Какое-то, например, значение, которое должно совпадать со значением, которое хранится у нас в конфиге. То есть мы используем здесь глобальную функцию config, указываем файл example и в нем параметр foo, да. Если мы перейдем в config.example, он у нас уже есть, да, мы с вами создавали его в одном из первых видео. Вот, и тут у нас уже есть параметр foo, значение которого берется из переменной окружения example foo, и env. Давайте туда заглянем. И вот, как видим, вот у нас example foo, значение сейчас bar. Или вот у нас тут example secret есть, оно, походу, нигде у нас не используется. Давайте добавим сюда secret, вот так вот. Secret, example secret. То есть и там у нас будет сейчас значение с вами, вот, secret123. Давайте возвращаемся в контроллер, здесь тоже изменим на secret. И таким образом мы хотим убедиться, что в поле secret у нас значение, которое совпадает, да, со значением из конфига. Вот, и в larval, в принципе, нет такого правила из коробки, который может нам в этом помочь. Если хотите, для удобства можем задом написать. То есть вместо одного из правил мы указываем сюда функцию. Эта функция принимает первым параметром уже знакомый нам attribute, да, это похоже было на то, как мы использовали вот валидацию телефона. Первым параметром тоже приходит attribute, это, собственно, название нашего поля, то есть сюда придет secret в данном случае. Вторым параметром приходит value, это то значение, которое юзер нам указал. И третьим параметром приходит fail. Fail это вообще функция как замыкание, и мы должны вызвать эту функцию в случае ошибки. Вот сейчас посмотрим. И дальше мы здесь можем проверить, если то значение, которое нам прислал юзер, не равно значению из конфига, example secret, да, у нас там было, тогда мы вызываем вот эту функцию замыкания fail и передаем сюда сообщение об ошибке. Типа неверный, секретный ключ. То есть вот таким вот образом это работает. Очень легко и просто. То есть помимо того, что мы можем создавать кастомные правила в виде вот отдельных классов, мы можем просто указывать сюда анонимную функцию, которая тоже принимает, собственно, значение, введенное пользователем, и функцию fail. Мы выполняем какую-то свою проверку, если там реальная ошибка, да, то мы вызываем функцию fail и передаем сюда сообщение об ошибке, которое юзер, собственно, увидит на своей странице. Единственное, я вижу здесь два минуса. То есть, что, во-первых, выглядит это достаточно так громоздко, да, не очень симпатично. Вот, а во-вторых, то, что мы не можем переиспользовать эту функцию в других местах нашего сайта. То есть, если с правилом фон мы его создали, и можем теперь пихать его в любых там валидациях, в телефонах, где нам нужно, да, и вся логика заключена внутри этого класса, мы там можем в любой момент ее изменить, и оно изменится как бы во всех местах, где мы используем это правило. Вот, а в данном случае, как бы, мы эту функцию, ну, либо будем копировать и переносить в другие места, да, и потом все что менять и там, и тут, и так далее. Но если это в одном месте на сайте у вас используется, и вас как бы не смущает вот такое вот не очень как бы симпатичное содержание, то, в принципе, нормально. На самом деле, у меня как-то в каком-то проекте даже была такая история для эксперимента, сделал, и, в принципе, там все это работает, работает себе нормально, никому не мешает. То есть, один раз написал, и, в принципе, изменять эту историю не приходится. Так что, вот, ребят, такой видосик получился, сейчас сделаю коммент, отправляю в репозиторий, так что, если что, на будущее можете пользоваться вот такими вот моими наработками. И вообще, чтобы получить максимальную пользу от этого видео, рекомендую вам такое домашнее задание выполнить самостоятельно. Создать какой-то метод здесь, который возвращает страничку, например, validation, index. На этой страничке разместите HTML-форму со всеми вот этими полями, которые мы с вами здесь описали. Вот, и попробуйте отправить эту форму на этот маршрут и проверить, правильно здесь приходит валидация или нет. Единственное, что вот этот юзер у вас не получится, да, потому что у нас еще нет входа в кабинет, в нотификации, и тогда придется закомментировать это правило, да. Возможно, я где-то здесь допустил опечатку, потому что мы же не тестили все это, да. Но, в принципе, я думаю, должно быть все нормально, поэтому вы можете создать страничку, форму, поотправлять сюда, повыводить сообщения об ошибках, попрактиковаться, что-то самому еще сделать. То есть это реально будет очень удобно. На самом деле я изначально хотел так сделать, но потом подумал, что это будет очень длинное видео, если мы с вами будем такую форму верстать большую, потом каждое правило отдельно прописывать и так далее, и решил просто написать все заранее и постепенно как бы вот вам об этом рассказывать. Вот, ну, по-моему, видос получился прикольный, интересный, полезный. И, ребят, поэтому ставьте лайк. Спасибо вам большое за просмотр. До встречи в нашем телеграм-чате. Пока!